Добрый вечер, уважаемые слушатели! После некоторого перерыва возобновляем наши беседы. Сегодня, возможно, на следующей нашей встрече подробно поговорим о кульминационном моменте гонений на православную церковь в XX веке. Это период так называемого Большого террора 1937-38 годов. Понятно, что период этот и так находится в центре общественного внимания, но хотелось бы подробно на примере Украины рассмотреть, каков был механизм фронтальных гонений против православной церкви, да и других конфессий религиозных. Действительно, что интересно, в августе 2000 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви прославил большую группу мучеников, исповедников веры, да ныне миру неявленных, но ведомых Богу. Тогда было прославлено 830 новомучеников и исповедников российских, свидетельства о подвигах, которых получили из 35 епархий. Таким образом, на тот момент, с учетом русской зарубежной православной церкви, около 2000 лиц было канонизировано как за веру пострадавших. И интересно, что таким образом около 80% всех святых отечественного православия составляли те, кто пострадал за веру, от гонений. Ну и наиболее массовая из них группа, это, конечно, пострадавшие в XX веке, а наиболее многочисленная группа физически пострадавших, уничтоженных, казненных, конечно, приходится на 1937-38 год. Это не значит, разумеется, что до 1937 года радужным было состояние православия в Украине, в целом в Советском Союзе, мы подробно об этом говорили. После некоторого перерыва рубежа 20-30-х годов начинаются новые гонения, так называемый религиозный штурм 1933-1936 годов, ну, в частности, в Украинской ССР тогда закрыли 75-80% храмов, принимаются соответствующие государственные документы, разворачивается кампания за снятие колоколов, запрет на колокольный звон. Летом 1935 года запретили выход даже журнала Московской Патриархии, прекратил существование временный Патриарший Священный Синод, хоть определенный компромиссный шаг после 1927 года. То есть, по сути, церковь вообще лишили легальных органов высшего управления. Более того, в 1935-1937 году только к уголовной ответственности привлекли 84 архиерея Православной Церкви, в целом по Советскому Союзу, за контрреволюционную деятельность и участие в террористических бандах. Так официально было сообщено НКВД СССР на запрос патриаршего местоблюстителя митрополития Сергия Страгородского. По сути, после 1935 года в Советском Союзе единственным государственным органом, который занимался вопросами конфессионной среды, остаются органы государственной безопасности, как это не парадоксально, и в их составе создаются, точнее, существовали, но активизируют свою деятельность именно те подразделения, которые контролировали сферу общественного сознания и в том числе религиозную сферу. В частности, речь идет об известных вам уже секретно-политических подразделениях органов госбезопасности, а в их составе существовали четвертые отделы, четвертое отделение, которые непосредственно являлись кураторами, как тогда говорили, православной среды и других религиозных конфессий, но имеется в виду, занимались их агентурно-оперативной разработкой и подготовкой массовых репрессий. Дело в том, что характерная черта, в то время даже не было разделения между оперативными работниками и следователями. Опер-работник сам открывал дело, сам собирал доказательства, если так можно сказать, сам допрашивал нередко очень жестким, жестоким образом подследственных, и на основании этого фабриковались дела. О том, какие были фабулы фабрикации этих дел, мы еще поговорим. Прежде чем перейти уже к событиям большого террора, который условно начинается летом 1937 года, хотелось бы сказать об еще одном событии, которое многое нам дает для понимания последующего механизма преследований церкви в Украине. О нем мало известно, но в документах оно органов госбезопасности достаточно подробно описано. Дело в том, что 26 декабря 1935 года прошло всеукраинское совещание, закрытое, естественно, руководителей четвертых антирелигиозных подразделений секретно-политических отделов Управления госбезопасности НКВД Украины и областных управлений НКВД в республике. В нем приняли участие такие высокопоставленные чекисты, как заместитель главы НКВД Украины Зиновий Кацнельсон, расстрелян в марте 1938 года. Начальник самого секретно-политического отдела Управления госбезопасности Борис Козельский, тоже очень известная фигура в истории украинских органов госбезопасности, был заместителем председателя ОГПУ Украины. Причувствие, видимо, скорый расстрел, покончил с собой, причем коллегам официально было объявлено, что ушел из жизни по причине нервного истощения на почве беспощадной борьбы с контрреволюцией, а также страдая от сифилиса. И заместитель Козельского Пейса Храхлис, который непосредственно возглавлял вот эту линию в органах госбезопасности Украины. Именно Храхлис выступил с ведущим докладом под названием «О задачах борьбы с церковной и сектантской контрреволюцией». Но тогда различали церковники, это православный клир, православный актив, сектанты, протестантские различные конфессии и так далее. Естественно, занимались и иудеями, и католиками, практически всеми конфессиями, которые имелись в наличии в республике. Но заглавное, конечно, была борьба с православием. В докладе Храхлис отметил, что наблюдается значительный упадок религиозности в массах населения, особенно в сельской местности. Из трех тысяч православных храмов Украины, уцелевших на то время, большинство не работает. Например, в Черниговской области из 600 существующих реально открыто до 100. Отмечалось, что только за 1935 год власти в Украине закрыли 2154 храма, появились целые бесцерковные административные районы. Хотя отмечались отдельные протесты, выступления верующих, волыночные выступления против закрытия храмов в Черниговской, Киевской области. Ну, кстати говоря, Киевская область на то время была огромной, как 75 тысяч квадратных километров, три современные области. В Винницкой областях. В основном же, отмечал Храхлис, закрытие церквей происходит безболезненно. Протестная и богослужебная реакция верующих на нарушение их прав трактовались, цитата, как «значительное усиление контрреволюционной активности церковников». То есть, лишая православных законных прав на удовлетворение религиозных потребностей, чекисты одновременно лицемерно заявляли об опасности, цитирую, «нелегальных форм работы церковного подполья без приходского духовенства монахов, репрессированных церковников, которые вернулись из ссылки, беглых кулаков и других антисоветских элементов». Более того, мы с вами говорили о том, что после 1927 года появляется тенденция к образованию катакомбной церкви и осифляне, истинно православная церковь, истинно православные христиане, то есть течение которой несколько десятков лет потом существовали. Так вот, в докладе как раз и шла речь о том, что чуть ли не наибольшей опасностью для существующего строя является распространение тайных церквей, по примеру, первых христиан. Нон-конформистских групп катакомбной ИПЦ наибольшее распространение они получили, как отмечали чекисты, в Харьковской, Донецкой и Одесской областях. Интересно, что в материалах вот этого совещания четко отмечалось объединение духовно-религиозного и, собственно, социального протеста, особенно в сельской местности. Это находило проявление в отказе от получения земли раскулаченными, паспортов, демонстративном неподчинении органам власти, распространении отдельных монархических настроений, вплоть до объявления себя отдельными катакомбниками, членами династии Романовых. Ну, это скорее уже другого порядка явления. Но, тем не менее, притеснения канонической церкви, они, конечно же, не могли не породить и определенные авантюристические явления, которые потом вылились, ну, по сути, своего рода православное сектанство, которое люто ненавидело и саму уже каноническую церковь. Надеюсь, мы об этом подробнее поговорим, потому что сложное явление, и, по сути, отголоски его в немалой степени существуют и сейчас. Чекистов религиоведческого, если так можно сказать, профиля крайне беспокоило тенденцию к тому, что наблюдается преодоление вот тех расколов, которые они сами насадили в 20-е, в начале 30-х годов в православной среде Украины. Имеется в виду тенденция к примирению канонической церкви, тихоновцев, как их в свое время называли, и обновленцев, катакомбников, представителей других раскладов, ну, типа вот Лубенского, митрополита, мы об этом говорили, выдвигались задачи устранения вот этих объединительных тенденций, чтобы церковь и дальше была расколота в своей среде. Говорилось о необходимости усилить нестроение, создать и воспитать квалифицированную агентуру, приспособленную к работе в условиях глубокого подполья. Добиваться разрыва внешних церковных связей, то есть изолировать православную церковь в СССР от вселенского православия, закрывать и дальше храмы и так далее. Ведущим приоритетом оперативной работы объявлялась ликвидация упомянутого церковного подполья ИПЦ, масштабные дела оперативные заводились, известные их названия, святые, осколки, спасители, черные пауки, драконы и так далее. Для понимания, как тогда говорили, линии чекистов в борьбе с православием, сущности оперативной работы и дальнейшей репрессивной деятельности, большой интерес представляет выступление самого комиссара госбезопасности Зиновия Кацнельсона, как я уже говорил, заместителя главы НКВД Украины. По его мнению, аппарат секретно-политических отделов по большей части сосредоточился на украинской контрреволюции, троцкистах, то есть в основном в вымышленных организациях, сфабрикованных, и, цитата, «недопустимо ослабил внимание к церковной и сектантской контрреволюции». Если учесть, что докладчик, видимо, имел в виду те же самые сфабрикованные дела типа Союза освобождения Украины, Украинского национального центра, которые все разрастались и разрастались, не случайно их даже называли резиновыми, то есть тысячи человек по ним проходило. Становится понятен вывод самого Кацнельсона о падении самой квалификации оперативных работников. Приходит молодежь, очень низкий общеобразовательный уровень. Если мне память не изменяет, на то время в НКВД Украины лица с высшим образованием и незаконченным высшим образованием не превышали 5-6%, а добрая четверть вообще писали самоучками. Значительная часть даже руководящих работников низшего, среднего звена имели 2-3 класса образования. Понятное дело, что это отражалось и на уровне не только профессионализма, но и морально-этического облика сотрудников органов госбезопасности. Кацнельсон сокрушался, что наблюдается падение квалификации оперработников, которые в прежние годы знали досконально историю, обряды, устройство каждой конфессии, ну а теперь стараются компенсировать недостаточную компетентность увлечением репрессиями. И далее замнаркома продолжал наставлять, на одних репрессиях выезжать нельзя, ибо они создают ореол мученичества и осложняют работу. Опять-таки прозвучали призывы к оперативному составу искать в религиозных объединениях, ну а искать, значит, и фабриковать бывших офицеров, полицейских, аристократов, дворян, как тогда говорили, бывших людей. Подчеркивалась важность разжигания внутренней борьбы и вражды в религиозных сообществах, компрометация их лидеров, проведение умелых агентурных комбинаций, в результате которых жертва оказывается в безвыходном положении и вынуждена идти на вербовку. По сути, вот это совещание, оно во многом было инструктивным, задавало такой лейтмотив, определяло приоритеты последующих гонений, хотя, как уже говорилось, практически все его ответственные участники буквально в течение 3-4 последующих лет были физически ликвидированы. Забегая вперед, кстати, отметим, что в самой Украине в годы Большого террора было расстреляно трое наркомов внутренних дел и, естественно, после ареста каждого наркома по вертикали шли аресты, репрессии по отношению к их подчиненным. Заметным шагом к фронтальным репрессиям против Православной Церкви в СССР стало подписанное 10 января 1936 года начальником секретного политического управления НКВД уже всего Союза СССР Георгием Молчановым циркуляра под названием «Об агентурно-оперативной работе по церковно-сектантской контрреволюции». Документ этот делал особый акцент на разработке православной среды. Со ссылкой на агентурные, выбитые в ходе следствия материалы, утверждалось, цитата, «о значительно возросшей контрреволюционной активности церковников и сектантов, росте подполья, восстановление организационных связей и, безусловно, наличие руководящих центров». Особую беспокойность НКВД вызывали возвращавшиеся к служению и ссылки епископы, священники, как их именовали в документы, нелегалы, профессионалы. Их априори обвиняли в политических преступлениях, в создании различных церковно-монархических организаций. И в силу этого предписывалось активизировать агентурную работу по церковно-сектантской контрреволюции, не оставлять нерепрессированными ни одного участника контрреволюционного подполья. То есть, видите, сами репрессии против церкви, они тесно переплетались с политическими обвинениями. Мы уже говорили, что возникают такие понятия, допустим, как церковно-монархическое подполье. То есть, сразу и фиксируется принадлежность к церковной среде и оппозиционное отношение к власти, и якобы исповедование монархических взглядов, стремление к политическим шагам по восстановлению монархии в СССР и так далее и тому подобное. Но забегая вперед, скажу, что действительно упор был сделан именно вымышленной организацией. Например, в Украине в годы большого террора подверглись репрессиями 115 тысяч человек по обвинению в участии в повстанческих организациях, которых, естественно, на тот момент не существовало. О статистике, кстати, времен большого террора мы обязательно поговорим, поскольку в литературе известные политические окраски не преувеличены в 10-20 раз, что не делает менее ужасным вот эту кампанию, вакханалию насилия 1937-1938 годов, которая, конечно, катком прошлась и по православной церкви в СССР и в Украине. То есть, с одной стороны, фабрикуется соответствующее клише с острой политической заостренностью, которое сразу же переводили архиереев, священников, активных мирян в разряд опасных политических преступников. То есть, как тогда говорили, совершенно другой разворот дела. А раз организация, значит, надо выбивать показания, надо создавать связи, фигурантов, ядро, головку, как писало в чекистских документах. И чем больше удавалось провести по этой организации священнослужителей и верующих, тем эффективнее она считалась. Естественно, помимо политической стороны, под это подводился и соответствующий ужасный инструментарий. Приведу интересный пример, зафиксированный в чекистских документах. В 1939 году, уже когда, слава богу, был свернут большой террор, за нарушение социалистической законности в Полтаве был арестован оперативник по фамилии Мироненко. Он молодой человек, комсомолец, был призван в органы госбезопасности из Харьковского института физкультуры на работу в Полтавское областное управление НКВД. Кстати, интересно, что именно в Полтавском управлении, в Полтавской области, был среди арестованных, репрессированных наибольший процент священнослужителей. 6,5% от общего числа подвергнутых репрессиями. В среднем по Украинской ССР на то время 3%. Так вот, на Полтавщине лишь за 36 октября 1937 года арестовали почти 10 тысяч сограждан, из которых 6,5 тысяч успели осудить, из которых почти 450 относилось к этому упомянутому церковно-сектантскому активу. Вот этот Мироненко, спортсмен-боксер, использовался, можно сказать, по прямому назначению. Он в прямом смысле слова выбивал физическими мерами, грубым насилием, показания, в том числе и тех коллег-чекистов, которых арестовывали. Потом уже, как говорится, когда пошла раскрутка, стали людей задерживать, оперативников, то есть за физические репрессии, естественно, бывшие их жертвы, выжившие, давали показания. Ну и вот один из них, бывший сотрудник военной контрразведки знаменитой Чапаевской дивизии Голов, засвидетельствовал так. Мироненко предупредил, что он, как физкультурник, обладает особым способом бить самых сильных людей, которые вскоре остаются без печенок и легких. А меня он может убить единым ударом, убить арестованного, это ему ничего не составляет. Он имеет на это полномочия. Поэтому он предложил давать показания о шпионской деятельности, иначе живым ты от нас не уйдешь. При этом Мироненко меня предупредил, что если я не буду писать, он приступит к экзекуции. И показал мне дубинки, новые и окровавленные. Ну и так далее, и тому подобное. Начал меня бесчеловечно избивать, бил головой о каменную стенку, выдавливал глаза, бросал со всей силы об пол, топтал ногами по животу и так далее. Я прошу прощения за такие подробности, но ведь если Мироненко, бывшего коллегу-чекиста, таким образом припечатывал, можете себе представить, в какие жесточайшие условия попадали жертвы репрессий, в том числе православные священнослужители и верующие. Самого Мироненко тоже арестовали, поставили на конвейер, как тогда говорили, как и прежних его жертв. Причем сам этот садист совершенно искренне возмущался, за что он страдает. По мобилизации ЦК Компартии большевиков Украины меня как члена Ленинско-Сталинского комсомола мобилизовали на работу в НКВД, давал он уже в свою очередь показания. В прошлом я батрак-беспризорник, был поднят комсомолом с улицы, с этого времени являюсь подлинным воспитанником комсомола. Нас вызвали в отдел кадров НКВД в Харькове и сказали, вы грамотные, партия решила послать вас не учиться, а работать, то есть вести борьбу с контрреволюцией. Я как комсомолец считал своим долгом активно помочь коммунистической партии в борьбе с внутренней контрреволюцией. В отношении нарушения мною законности в процессе следствия я считаю, что ничего не нарушал. Я призван в органы НКВД для борьбы с врагами народа. Нужно громить их по-вражески. Оказанное мне партией доверие я как комсомолец выполнил с честью. Я являюсь воспитанником Великой партии Ленина Сталина и ее помощника комсомола. Я больше чем уверен, что человек говорил совершенно искренне. Атмосфера такая была. Потому что действительно воспитали, когда из каждого утюга, как говорится, неслись известия о разоблачении контрреволюционных организаций. Ну а на скамье подсудимых оказывалась Ленинская гвардия, не говоря уже о прочей контре. Естественно, сами вот эти чекисты, несшие ответственность за массовые репрессии, немалая их часть в те же 37-38 году стали жертвами своих коллег. Я уже говорил, что наркомов репрессировали. Но вот один из них, в частности, Александр Успенский, глава украинских чекистов, понимая, что время его сочтено, симулировал самоубийство, ставил соответствующую записку, ударился в бега, достаточно долгое время путешествовал по Советскому Союзу под чужими документами и был арестован в 1940 году в городе Миасси на Урале. Конец его, естественно, был тем же расстреляли. Хотя Успенский пользовался особым доверием расположением Железного наркома Николая Ежова, как называли главу НКВД СССР, как раз на пике незаконных репрессий. Ну, в частности, тот же Николай Ежов привез с собой на Украину бригаду руководящих чекистов, которые фабриковали дела, поселился в особняке Успенского и вел привычный образ жизни. Выпивать начинали с утра. Уже гусмер пьяный Ежов подписывал длиннейшие списки на аресты, давал санкцию, как тогда говорили. И Успенский под пьяную лавочку успел выбить у Николая Ивановича Ежова так называемый лимит, то есть квоту, на 36 тысяч арестованных в Украине с правом судить их вне судебной тройки. Причем за время массового террора вот так называемые лимиты, то есть квота по первой категории на расстрел и квота по второй категории 8-10 лагерей, они в Украине были перевыполнены в 4 раза. Ну, в целом, такая же ситуация была и по Советскому Союзу. Мы будем говорить о Кулацкой операции, наиболее массовой в период большого террора 37-38 годов. По ней было расстреляно 400 тысяч по Советскому Союзу из 682 тысяч арестованных, точнее, казненных за этот период по Советскому Союзу. Естественно, что сам нарком, которого также пуля, как говорится, нашла нарком Ежов, соответственно, что образом и настраивал своих подчиненных. Вот показательный пример. Когда начальник Черниговского областного управления Марк Корнев спросил у Ежова, как быть с тормозящими работу коллегами и стариками, свезенными в Черниговскую тюрьму со всей Украины. Тот ответил, «Эх вы, а еще чекист, да вы везете их всех в лес и расстреляете. Кому они нужны?» Корнев засомневался, его сняли с должности и в марте 1939 года расстреляли. Тем временем на самом верху в политическом руководстве шли соответствующие мероприятия по разработке административно-политического механизма полного запрета Православной Церкви в Советском Союзе. В частности, по поручению Сталина заведующий отделом руководящих партийных органов ЦК ВКПБ Георгий Маленков в мае 1937 года направил записку об оживлении враждебной деятельности церковников, то есть православных. Основное предложение состояло в том, чтобы инициировать отмену базового юридического документа, который регламентировал в Советском Союзе деятельность религиозных конфессий. Речь идет о декрете в ЦИКО 7 апреля 1929 года о религиозных объединениях. Кстати, практически весь последующий период советской истории он лежал в основе законодательных и нормативных актов государства по отношению к Церкви. Инициативу поддержал глава НКВД Ежов и выходит ряд директивных документов уже НКВД СССР. Ну, в частности, директива от 8 июля 1937 года требовала начать решительные действия по ликвидации церковников и сторонников сект. Конечно же, аресты, репрессии они не прекращались. Тут речь идет о своего рода качественном рубеже. Причем Ежов буквально засыпал Сталина спецсообщениями от вымышленных, естественно, от территориальных органов наркомата о разоблачении повстанческих организаций, их связи с белой эмиграцией, зарубежными спецслужбами. Формировалось у властей представление о вездесущей пятой колонне. Более того, под репрессии попадали уже совершенно лояльные фигуры заслугами, как говорится, перед революцией, советской государственностью и так далее. 2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление об антисоветских элементах. Определялись как раз, будем так говорить, армия будущих репрессированных, соответствующие категории населения. Речь шла о том, чтобы вернувшихся из ссылки кулаков, уголовников брать на учет, выявлять зачинщиков антисоветских выступлений и диверсий, немедленно их арестовывать и осуждать к расстрелу решением троек. Июль прошел за составлением списков лиц, которые подлежат репрессированию. Ежов проводил соответствующее совещание работников НКВД, где говорилось, что необходимо до полного разбега вскрывать контрреволюционные формирования внутри партии и вне ее. Вот мы упомянули кстати тройки. Дело-то в том, что незаконные репрессии, особенно в период большого террора 37-38 годов, они в основном осуществлялись внесудебными органами. Имеется в виду чрезвычайные тройки, как правило и в их состав входили секретарь местной партийной организации по территориальной принадлежности, прокурор соответствующей территории и глава территориального подразделения НКВД района, области, союзной республики. Для репрессирования более высокопоставленных лиц действовали так называемые особые совещания. Ну, кстати говоря, у верхушки, в том числе руководящих сотрудников НКВД, даже было особое место репрессирования и захоронения бывшая дача или санатории НКВД под названием Коммунарка под Москвой. Как правило, верхушку-то репрессировали в Москве и вот своего рода элитным местом приведения приговоров в исполнение и захоронения в братских могилах была упомянутая Коммунарка недалеко от печально известного Бутовского полигона, где по минимальным оценкам упокоилось 20 тысяч человек, один из известных сейчас мемориалов, ну, о местах массовых репрессий на территории Украины мы с вами еще будем говорить. Так вот, мы как раз подходим к моменту развертывания самого Большого террора. Длился он относительно недолго, но исследования показывают четкую его хронологическую фиксацию. Стартом Большого террора стал выход 30 июня 1937 года печально известного оперативного приказа номер 20447, то есть совершенно секретного НКВД СССР под названием «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Быстро вот эта компания получила название «кулацкая операция», название и в современной литературе применяется. Репрессированию, в частности, подлежали ранее осужденные лица, якобы ведущие антисоветскую деятельность в местах заключения. Разворачивается кампания по чистке лагерей, тюрем, других мест лишения свободы. Причем основанием служили для сфабрикованных дел, как правило, доносы агентуры оперативных частей, открывались новые сфабрикованные дела. Если вы посмотрите биографические данные невинно пострадавших представителей православного клира и иерархиев, то многие как раз из них жизнь их оборвалась именно по делам, сфабрикованным в самих местах лишения свободы. Вспомним общеизвестные соловецкие этапы, следы которых долгое время терялись, а в них ведь попали и священнослужители с Украины, других регионов Советского Союза. Это имеется в виду урочище Сандармог, куда вывезли большую партию повторно репрессированных в соловецком лагере особого назначения, а это были там представители очень видные и украинской интеллигенции, православного духовенства. И там в течение недели капитан Матвеев с подручным Алифиром собственноручно из револьверов расстреляли 1111 человек. Литератно соответствующие документы были найдены, опубликованы. Яркая иллюстрация к вот этим вот зачисткам мест лишения свободы. Что касается священнослужителей, то действительно немало стали жертвами большого террора, причем немало из них сроки-то получили еще в конце 20-х годов, их продлевали неволю под различными предлогами, ну а тут как раз подоспел большой террор, в чем жертвой его стал и патриарши-местоблюститель, и немало других видных деятелей православной церкви. Упомянутый приказ о проведении репрессирования кулаков и других антисоветских элементов зачислил осевших на селе или находившихся в лагерях церковников, то есть клир, церковный актив РПЦ. Ну, к слову говоря, по состоянию на 37-й год в органах церковного самоуправления двадцатков православных приходов прибывало до 600 тысяч граждан, а формально тут же они объявлялись уже заведомо политически неблагонадежным элементом. В категорию враждебных антисоветских элементов зачисляли зачинщиков политических преступлений, диверсионных актов, и приказ требовал с 5 августа 37-го года непосредственно приступить к репрессированию указанных категорий граждан. На практике под политическое насилие попал куда более широкий круг священнослужителей. Показательная деталь. Руководители местных партийных органов, территориальных органов партии большевиков направляли различные послания в ЦК ВКПБ и примерно в третье их обращение содержалась просьба включить в контингент жертв священнослужителей и верующих различных течений. То есть политический аппарат партийно-политический аппарат видя нарастающую вакханалию беззакония норовил еще и буквально подвести под каток репрессии столь неугодных им идеологически представителей различных конфессий прежде всего разумеется православных. На места как уже говорилось пошли так называемые лимиты квоты на областные управления НКВД возлагалась основная работа были созданы соответствующие межрайонные оперативные группы во главе с руководящими работниками областных НКВД составлены соответствующие списки и механизм террора большого террора был запущен. Интересно кстати что за пять дней до старта операции соответствующие директивы были даны пограничным войскам и они перешли на усиленный режим охраны границы дабы избежать возможных побегов. В ходе самой кулакской операции постоянно усиливалось внимание к репрессированию священнослужителей. В частности в проекте директивы упомянутого Николая Ежова кстати составленной по результатам его поездки на Украину в феврале 1938 года среди категории лиц подлежащих репрессированию появилась группа под пунктом Ж черное и белое духовенство проникшее в промышленные предприятия на транспорт духовенство связанное с закордоном а также группа З сектантские руководители и проповедники таким образом сложно сказать какие это православные священнослужители могли проникнуть на важные предприятия ясно же что просто подводились благообразные обвинения потенциальные обвинения для последующих репрессирования был определен персональный состав республиканских и областных троек спущена как тогда говорили общая директивная цифра будущих репрессированных которая в целом по Советскому Союзу была установлена с точностью цифра 298 950 человек но квоты как мы уже говорили речь о них идет многократно были превышены но в частности если брать советскую Украину то лимит жертв который первоначально был установлен по СССР составлял 28 тысяч человек в том числе по первой категории 8 тысяч на деле естественно этот лимит с позволения сказать был многократно превышен более того вот эти лимиты по Украине были превышены уже к октябрю 1937 года и в целом по Советскому Союзу на тот момент было арестовано уже 147 тысяч человек соответственно наркомы другие руководители органов госбезопасности постоянно требовали увеличения лимитов считая что их рвение будет соответствующим образом оценено в последующем мы с вами будем говорить о вот этой сакраментальной статистике жертв репрессии в том числе против священнослужителей я тут хотел бы упомянуть об одном интереснейшем деле архивном в государственном архиве службы безопасности Украины есть 42 фонд фонд оперативной статистики и в нем 312 дело которое было сформировано в 1964 году буквально незадолго до окончания так называемой хрущевской оттепели причем дело это уцелело в единственном экземпляре и еще тогда на нем была сделана пометка выдавать для пользователей только с личного разрешения председателя КГБ Украинской ССР дело в том что сам этот том это 312 дело представляет собой подробнейшую статистику таблицы по ходу политических репрессий именно периода большого террора в Украинской ССР подробнейшим образом в статистическом измерении это было описано в последующем мы конечно же будем обращаться к этому делу в том числе для уточнения жертв незаконных политических репрессий в православной среде на сегодня заканчивая нашу беседу констатируем что был отработан детально механизм политические обвинения категории будущих репрессированных включая священнослужителей и верующих создан соответствующий организационный репрессивный механизм органы чрезвычайного юридического преследования тройки особое совещание особые двойки тройки были и госбезопасности и милицейские для репрессирования уголовников о них тоже конечно речь шла в целом забегая вперед можно сказать что в период большого террора ну по крайней мере в период с конца 36 по осень 38 года общее количество арестованных украинской сср составила 253 тысячи человек в следующей нашей беседе мы уже более подробным образом будем останавливаться на механизме вот этого бесчеловечного репрессирования православных в Украине какой-то имеса факт мыrem какой-то Ragaz Ah action